25 ноября 1938 года У Николая Власика формально сменился начальник В этот день Народный комиссариат внутренних дел возглавил его злейший враг Лаврентий Берия И хотя без согласия Сталина Берия тронуть Власика не мог Сам факт этого назначения стал шоком для Власика Как ни странно, с приходом Берия уровень репрессии в стране резко пошел на убыль И понятно, что заслуги Берия тут было немного На то была высочайшая воля Мол, чистку произвели, этих нет, а те далече К началу 1939 года Сталин отбил у своих противников Желание даже думать о заговоре против него То, что во время этой войны верхов пострадали десятки тысяч невинных людей Попавших под маховик арестов 37-38 годов Его, похоже, мало волновало Он все больше превращался в сектант-одиночку Если можно так выразиться, руководителя великой страны Власик своего хозяина, как он стал называть Сталина с некоторых пор Во всем оправдовал Задумываться он начал лишь тогда Когда были арестованы несколько человек из его ближайшего окружения Коля, картошечка лучшая закуска О, Мирон говорил, что это ты его просил скопировать юдив Давай, Коль, садись, садись Коль, я слышал у вас Ведомсты кое-какие перемены грядут Ну, я к тому, что, может, старые дела, которые еще, ну, этот, Ежов заварил Может, как-то, ну, пересматриваться будут Ну, ты понимаешь Ты все про Витковскую, что ли, хлопочешь? Нахлопотаться не можешь? Володь, я же тебе говорил, я другу своему помочь не могу А ты хочешь, чтобы я из-за какой-то дамочки Свою жизнь и жизнь своей семьи на кон поставил Я понимаю, Коль, понимаю, понимаю Я, я все понимаю, прости Давай, Коль За наших друзей нет Давай-ка лучше за подругу, а Давай, картошечка закусывай Ай! Обжегся, Коль Что? Пара? Ирия 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 Что вы все заладили? Ирия 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 Скажите, Ласик Я что? Петер? А, может, я какой? Слабоумный? Никак нет, товарищ старин А почему вы все считаете, что я не замечаю, что вокруг творится, а? А ну, иди сюда, иди. Вот. Вот. Начальник северо-кавказской железной дороги пор товарищу Сталину сообщение лично от заместителя этого Никотя. А вот директор дворца культуры Красных моряков, твои женицы. От главного бухгалтера Танисин. Что тут у нас еще? А, вот, Ласик. Вот. Сын. Настоятельно рекомендуют присмотреться к деятельности своего отца. Там наркома водных путей сообщений. Полстраны друг на друга пишут. И мне приселяют. Приселяют. отца. Отца. А еще… А, сейчас… А, сейчас… Я все знаю, все, но если я не требую арестовать этих людей, значит, они мне зачем-то нужны. И Берия мне тоже нужен. Такой, какой он есть. Хитрый, умный, расчетливый, жесткий и жадный. Этот большой Менгель. Хотите, товарищ Кукин? Да. Доклады товарищей Парулава и Захарченко с ближней неутешительны. Что, все так плохо? Что, все так плохо? Лукин где? У Берии. Да, то, что мне нужно. Ну все, забрал. Николай Сидорович. Маша, не беспокойтесь. Блиндажи с использованием естественного рельефа местности восемь штук, квадратов девять и двенадцать. Ай, молодца, Власик. Молодца. А вот тут не доглядел. Мы тебя вот тут и обойдем. Вот какие мы молодцы, а? Да, чуть не забыл. Товарищ нарком. Да. Водилка Матвеева доставили друга Власика, некоего Сушкова. Это который с Власиком еще в Первой мировой воевал. Потом в охране товарища Сталина служил. Из Испании вернулся этот герой. Так точно, товарищ нарком. Так вот, вернулся он из той Испании и оказался врагом народа. Хотя на допросах… Ничего не показал. Так точно. Понятно. А как Власик среагировал на арест своего закадычного друга? Да никак. Понятно. А вы ведь с Власиком когда-то вместе у товарища Меньжинского начинали. Или я ошибаюсь? Так точно. Было дело, но пути наши давно разошлись. Хорошо, товарищ Лукин. Спасибо. Свободен. Миша. Я слышал, у тебя жена художница. Да, из художественной академии взял. А какие цветы она любит? Лилии. А что? Нет, ничего. Свободен. Есть. Ну, здорово, Лука. Давно не виделись. Здорово, а. Да, действительно давно. С момента твоего ухода в охрану. Ну да, точно. Я чего хотел. Спасибо тебе. За что? За документы. Откуда? Как откуда? Ты же сам меня их дал посмотреть. Сука! Я же всем расскажу, что ты у меня их выкрал. Ну, подожди, чё ты. Подожди. А? А я скажу, что ты мне их сам дал. Поковой проверять, пока то да сё. В общем, Лукин засада. Куда ни кинь, везде клин. Чё тебе надо? Надо. Ну, здравствуй, Лют. Здравствуй, Лют. Чё ты смотришь? Так. Считай, с прошлого года не виделись. Как вы тут? Спасибо, всё хорошо. Как ты? Ничего, всё в порядке. Я вот вам с Надюшкой принёс. Спасибо, очень кстати. Надюша чулки и ботиночки просит. Совсем барышня уже. Люд, я спросить хотел. У тебя есть кто? Томаска. Томаска. Субтитры сделал DimaTorzok Тебе, наверное, пора. Добрый вечер, Николай Сидорович. Как романтично, а? Не знал бы вас, думал, с ума сошел, наш бравый комиссар госбезопасности. Вечером мужчине встречу назначить. Что случилось? М-м-м-м. А вы рисковый человек, товарищ Власик. Зато теперь я знаю, на что вы способны ради дружбы. Ладно, я помогу вашему товарищу. Завтра. Сегодня. Сегодня. Да, так точно, товарищ Берия. Нет, пока молчит, сучок. Да, но мы его разговорим. И не такие пели. Да. Да. Будет сделано, товарищ нарком. Жена Сушкова отбыла по этапу. Малолетняя дочь отправлена в приют. Так точно. Хорошо, товарищ. До свидания. Вперед. Давай, давай. Вперед. Встал. Давай. Давай, давай, давай. Ну ты. Да встань ты! На линию огня! Шагом марш! Ну! На линию огня! Готовься! За Сталина! Цельс! За Родину! За Родину! За Сталина! За Сталина! За Родину! За Сталина! За Родину! За Родина! За Родина! Если обосрался, вымойте шланг и ко мне в кабинет. Надеюсь, что не поддох. – Лукин у себя? – Да. Кто там? Гражданин Лукин, вы арестованы. Сдайте оружие. Не трогай там ничего. – Выводите. – Есть. Стоять. Сядь, Лукин. Сядь! Миша, чего тебе не хватало? – Выводы. – Есть. Вперед. Выводы. Здравия желаю, товарищ комиссар. По поводу Сушкова. Приказ об освобождении. Опоздали вы? Не понял. Документы в порядке. Подписан товарищем. Бери. Он умер. Сушков ваш. От сердечного приступа. Вчера ночью в кабеле. Что он сделал? Умер от сердечного приступа. Тихо, тихо. Все. Все. Продолжаю. Умер от сердечного приступа. Последняя попытка. Кто сфальшивый, сразу к стенке. Все. Да? И… Ой, мороз, мороз! Не морозь меня! Не морозь меня! Моего коня! Спасибо, что позвонили. Ну, да. Никогда его таким не видел. Белогримово! Коля! Коля, да… Коля, Коля, это я, Мирон. Да. Сэ. Мирон. Ты что, Сэ? Я вижу, кто ты. Пойдем, выйдем. Пойдем, выйдем. Ой, ты знал, что у него сердце не к черту? Нет? И я тоже не знал. А они знали. И Береева убил. А? Вы! Слышали вы? А? Ой, мороз, морозь… Все! Все запомните это имя! Вы! Бери! Пойдем. Я потом за все заплачу. Ласик велел докладывать мне обо всех проверках его объектах, назначаемых товарищем Берией. Зайди. Разрешите войти. Молодец, Нодар. Хорошо поработали. До поры пускай у меня полечит. А с ним что? Пускай сидит. За халатность. Потом посмотрим, что с ним делать. Свободен. Есть! Коль, я понимаю, как тебе тяжело. Слышишь? Ты все правильно делал. И друга хотел спасти, и к Сталину ходил. Правильно? Просто жизнь стерва такая. Она ж всегда бьет по морде тех, кто от нее не прячется. Коль… Давай, не чокайся. Сейчас. 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 За тебя боюсь. Пора тебя оттуда вытаскивать. Ну, глупости, Коль. Глупости. Слышишь? Ну, Коль. Ну, Коль. Во-первых, Берия никогда не додумается, что это я скопировала документы. А во-вторых, я осторожная. Я хорошая артистка. Никому тебя не отдам. Глоткой всем перегрызу. Только ты со мной была всегда. Я буду с тобой. Я всегда буду с тобой, Коль. Слышишь? Колечка. Коль. Я передам своим коллегам ваше приглашение, господин посол. И смею заверить, мы с радостью посетим ваш прием. Германия – надежный друг для СССР. И мы готовы доказать это всем. И мы готовы доказать это всем. О, спасибо, Коль. Большое спасибо, господин министр. Конечно, мы присоединяем к каждому члену правительства персональное приглашение. Ваше слово, господин Молотов, для нас значит очень много. И если, господин, простите, товарищ Сталин, посетит наш прием, для всей германии это будет большая честь. Я передам товарищу Сталину ваши слова. Какие эти большевики, милые, скромные, воспитанные люди, когда спят зубами к стенке. Кажется так. Ты и привез то, что я просил, Елена? Да, можем сейчас посмотреть. Слово верное. На защиту встань! На защиту! Я люблю их русское кино. Оно такое наивное, в нем столько еврейского. А моя бабка, как ни печально, была из семитов. Ах, ты говоришь чушь. Вилли, если тебе кто-нибудь скажет, что русские не готовятся к войне, не верь. Они вполне готовы воевать. Товарищи, у нас нет иного выхода. Как только заключить с Германией, пакт, они нападали. Нам просто необходимо закончить эту пятилетку. Ревооружимся и тогда. Я надеюсь, что все присутствующие понимают это. Вот и хорошо. Славно. Тогда я не буду вас задерживать. Идите и работайте. Каждый по своему направлению, но в контексте общей цели. Пока. Так, товарищи. Лаврентий, задержись, поговорить надо. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий Борисович. Ну что, Анастасия Евгеньевна, ну? Очень рада вас видеть. Вот немецкий контрабандный товар, так сказать. Спасибо большое. Пожалуйста. Господи, а какое счастье, что вы у меня есть. Потому что хорошую контрацепцию в наше время днем с огнем не сыщешь. Ну, знаете… Что? Что? Будьте аккуратны. Ну, вы же знаете, не больше одной таблеточки. Да-да-да, я все знаю, конечно. До новых встреч. Всего доброго. Очень вам благодарна. Ага. Боже мой, куда катится этот мир, когда такие женщины идут на панели. Боже мой. Здравствуйте. Здравствуйте. Молодец. Хорошо играешь. Спасибо. Какие хорошие копии. Врубель безумно. В Кандинске вообще болезненно. Бенуа – женственно. Греков – помпезно. Флавицкий – божественно. О, Каменев, а ты мне не говорил, что любишь Каменева. Я не все тебе говорю, дорогая. К тому же слова. Это так скучно. Правда ведь? Ну, перестань, Лар, ну перестань. Ты такая ревнилая. Перестань. Ух ты. Лилии. Откуда ты знаешь, что я люблю лилии? Я тебе тоже не говорила? Спросил у одного товарища. Говорю, какие цветы любят художественные натуры. Он мне сказал – лилии. Лара. Ларочка. Ларочка. Что? Хочу кататься. Правда, очень. Ну покатай. Ну, Лара. Ну… Можно сто лет знать человека и не знать его совершенно. Ты же ненавидела ночную езду. Ну, слушай, я шампанское тоже не любила. И что? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, Ларочка. Ну, Лара. Ну, хорошо, хорошо. Пойду насчет машины распоряжусь. Ура. Только ты никуда не уходи. Жди меня здесь. Лара, ты бог. А вот оно как. Наш нарком, оказывается, устаивает по какие доходы, идущие изгрузи. Ловко. Это дела, а? Как ж ты все это запомнила? Я искусствовед, Коль. Я дочка академика-искусствоведа. У меня отличная память. Ты забыл. Дай мне водички, пожалуйста. А ты что? Приболела? Это от нежелательных неприятностей, Коль. Ну-ка, дай гадость эту. И больше не пей. Я хочу, чтоб ты мне сына родила, а ты… А если дочку? Ну и похрен. Значит, следующего сына. А потом еще дочку. Зайди ко мне. Разрешите войти? Разрешите войти? С этого дня глаз Анастасии Эмилину не спускать. Докладывать лично мне все встречи, все контакты. Плоть до маникюрщей и массажистки. Включая дворников и клиентов. Всех. Есть. Товарищ народный комиссар, разрешите доложить. Что у тебя? Я давно уже присматриваю за Анастасией Эмилиевной. С тех пор, как она к вам на дачу зачастила, приставил к ней своего человечка. Молодец. Свободен. Есть. Серго, слышишь меня? Да, да. Вот мне не нравится, например, как ты Марфу называешь. Почему? Ну какая она Мара? Она Марфа. Это как папа меня святанка, а Васька вообще пупок. А я, между прочим, Светлана. Привет. Ну что, я опоздала. Как всегда. Ерунда. Хочу мороженого. Пойдем, но у тебя шнурки развязаны. А к нам скоро в гости Яша приедет. С женой приедет и дочкой. Она балерина. Дочка? Уже? Вот глупый. Да жена. Жена Яшина – балерина. А отец обещал меня вместе с Яшей и Яшиной семьей отправить на все лето к ним на дачу. Под Петергоф. Здорово. Ну все, Лаврентий, иди отдыхай. Я еще поработаю. Я тоже еще кое-что доделаю, товарищ Сталин. Слушай, а как твой сынок? Сергота? Да. Спасибо, что спросили. Очень хорошо, товарищ Сталин. Обзавелся уже парочкой друзей. Ну и про врагов не забыл. Мужчина. Этого верно сказали, товарищ Сталин. Действительно, мужчина. Уже подружку себе присмотрел. Марфу Першикову. А мы с Ниной не против. Хорошая семья, хорошая девочка. Это вы молодцы, что не противитесь свободному выбору сына. Молодцы. Скажи, Лаврентий, говорят, что ты из Грузии каждый месяц посылку получаешь. И там чучхела, тклапи, очика, хурма. Ну, еще что-то. Смотри, Лаврентий, за что, соратнички, что ты за что-то борзими щенками берешь? Тварь Сталин. Какими щенками? За какое что-то? Шучу. Шучу. Иди, Лаврентий. Слушаюсь. Тварь Сталин. Какие вы молодцы? Тварь, дядя Гадаль? Почти! Нам Лаврентий Палыч бы сказал. Ну, как настроение у хозяина? Да, дядя Лара сказал, что и нам будет полезно в свежем воздухе поработать. И тебе приятно на нас, работающих, смотреть. Аккуратно, девочки. Куда блин? Пап. Что? А можно мы вечером с ребятами в кино сходим? Давай до вечера. Доживем. Шветлана. А, молодцы. Хороший. Давай сюда. Саженец. Хороший. Давай его сюда. Этот, саженец, Яши назовем. Дай лопату. Смотри, Серго, вот, с этой стороны, потом, немного с этой стороны. И так, по кругу. А? Угу. Потом, полей и притопчи. Хорошая. Красивая. Яблонька вырастила. Якоб. Шветлана, я тебя умоляю. Краблями, аккуратно. Все хорошо, пап. Вы что думаете? Одними усилиями Господа Бога и товарища Молотова факс Гитлером подписан? А? Чтобы для всех вас санаторно-курортный режим устроить? Если вы не знаете, что творится у вас в наркоматах, зачем вы тогда такие нужны советскому народу? Не надо. Там еще могу. Пока. Да. Почему не может подойти? Я понял. Разрешите? Принес. Давай. Об исполнении сразу же доложите. Передать лично в руки. Вот адрес. Дай веревку там. Перевежи. Исполнять. Есть. Значит, это и есть чертежи ракетных установок, которые вы доработали. Так точно, товарищ Сталин. Поторопитесь. Очень поторопитесь, товарищ Костиков. И вообще, почаще общайтесь с военными. Вот. Товарищ Жуков. Он вам, товарищи конструкторы, про ваш поворотный механизм все, все расскажет. Как вы его на Халкинголе подвели. Я уже ознакомился с отчетом о производстве фороха и снаряда. Производство идет плановым темпом. А вот, а вот производство Кильц отстает почти что в два раза. Как это здорово получается, а? Приходит, что нет у нас боеприпасов в нужном количестве. И что? Думаете, что товарищ Сталин попросит Китлера и тот вам даст передышку? Пару лет. А? Вот вам! Всем передышка! Вот она! Привыкли, что товарищ Сталин делает за всех всю работу. Вы что думаете? Это, это будет продолжаться вечно? А вот мы с товарищем Белия так не думаем. Верно, Валентий Павлович? Так точно, товарищ Сталин. Сядь! Все силы, все наши силы нужно собрать вот так. Кулак! Кулак! Товарищи наркомы и красные командиры. Заключенные, один восемьсот… Вижу! Свободен! Есть! Садись! Переводим тебя сегодня на поселение. Заменили тебе меру. Только ты там особо-то не болтай. Вот и они. Так, заходи. Разрешите войти. Наташа Сушкова из приюта доставлена. Дочь тебе возвращаем. Так, документы мне на подпись. Срочно! Есть! Наташа Сушкова прибыла. Вижу. А можно мне кусочек? Не плачьте. Возьми. Мама. Не плачьте. Возьми. Мама. 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 Наташа Мама.